Мне кажется, что всё в порядке, и что это отрезляюще. Ну, то есть, как бы, я на самом деле не ожидал лучшего. И, собственно говоря, мне кажется, что и руководство Украины его не ожидало. Да, выступали жёстко, но, мне кажется, для торговли всегда нужно выступать с максималистских позиций. А как иначе? Нужно требовать максимально много. Они и требовали. Получили, на самом деле, тоже очень много. Получили, естественно, оружие, деньги, поддержку и гарантии. Подписали его только что, этот с семёркой. Очень важный договор. И, на самом деле, ну, чтобы мы с вами здесь не занимались привычной на всех YouTube и прочих каналах спекуляцией на тему будущего с НАТО, и самое главное, конца войны и гарантии безопасности. Это же главное. Нужны гарантии безопасности Украины. И вот гарантии безопасности, на мой взгляд, могут быть сформулированы разнообразно и очень убедительны для Украины. И совершенно не обязательно, что это должно быть с самого начала именно членства в военно-политическом альянсе. В конечном счёте, до появления НАТО были гарантии безопасности в мире, которые большие страны предоставляли малым, и они очень часто работали. Более того, не было примеров применения гарантии безопасности со стороны блока НАТО ещё ни разу в истории. Другое дело, может быть, просто потому, что это убедительно выглядит, поэтому и не было. Но так или иначе, мне кажется, что много получили. Да, нет сроков принятия в НАТО. Да, от страны очень многое требуют. Было бы странно. Мы же знаем, что из себя представляет Украина. Украине нужно действительно многое внутри себя изменить. И это, на мой взгляд, как раз очень удачно разговаривать на две разные темы. Это соответствие членству в НАТО и необходимые реформы. Судебные, антикоррупционные и так далее, и так далее. С одной стороны. А с другой стороны, гарантии безопасности. И вот части гарантии безопасности, мне кажется, продвинулись очень сильно. Ну, например, то, что сказали американцы, что готовы предоставить гарантии с теми, которыми они много лет связаны с Израилем, ну, по-моему, это вполне серьезно. Сильная украинская армия – это работающая вещь. И то же самое, причем уже не только Соединенные Штаты, а после подписания договора с семеркой или договоренности, то это и вся семерка. Ну, в конечном счете, это и происходит сейчас. Поэтому я говорю, что да, это все в порядке и двигается. С другой стороны, да, Украина еще не в той форме, чтобы ее механически сразу принимали состав НАТО. И последнее, что я скажу, что это никоим образом не связано, на мой взгляд, с позицией России. Очень много спекуляций на тему, что кто-то боится России. России никто уже давно не боится. Ничего худшего они уже сделать не могут. А вот все, что могли и чем угрожали на протяжении многих лет, они уже сделали. Поэтому я думаю, что решение НАТО принимало, или руководство НАТО, исходя из соображений соответствия непосредственно Украины стандартам НАТО, нежели каких-то опасений, связанных с Россией.